Татьяна Бояркина, Новосибирск и Кристина Степаньяна. Ох, тут сейчас будет, кстати, разборки в маленьком Токио, потому что у Бояркина очень такой был волевой бой с Олесей Булдаковой. Ну и Степаньян достаточно спокойно с Юлечкиной разобралась, на мой взгляд. Опять же, Кристина Степаньяна хорошо прошла полуфинал, сохранила силы на то, чтобы полностью раскрыться уже сейчас. Вот работа Степаньяна, обратите внимание, вторым номером на контратеке, спокойно, длинно начиная комбинации, много работая корпусом и реагируя прежде на все, на атакующее движение не руками, стараясь перебить, а ногами, стараясь уйти на дистанцию, потом ударить с разменом. Сейчас хорошо, сайдстеп с уходом влево и сопровождающий удар, который точно пришелся в цель. Ну, смотрите, вот она подшибает на подшаге и сразу при захвате переводит. Все-таки докрутила. Достаточно уверенно здесь за счет шеи и гибкости не дает сопернице перевернуть, но она же позицию потеряла, ей вставать надо. Хорошо. Таня сейчас прекрасно вышла сверху. Что там по времени на борьбу? 15 секунд. Ну, в принципе, можно успеть. Нет, Дагарды закручивает, дальше не выйдет. Кристинок снизу. Очень неплохо борется. И на ручку сразу. О, хорошо. Время. Ну, молодец. Молодец. Показал, что не будет никуда съезжать. Полминуты остается до конца основного. Ну, основного мы несколько раз уже говорили. Первого времени поединка. И, скорее всего, у нас будет продолжение. Будут добавленные раунды. Если, конечно же, за оставшиеся 10 секунд девушки что-то не изобразят. Что-то результативное. Бросалась вперед Бояркина, но безрезультатно. Ну, перед глазами, что называется, у меня разное состояние на Степанен. Бояркина, в силу специфики, где я живой, не в Новосибе все-таки, а тут, она попадалась реже. И я Кристина видел в разных именно состояниях готовности. Сейчас состояние готовности, которое позволяет оперировать собственными навыками, прежде всего. У Бояркиной сейчас задача реализовать свое. То есть, она вот сейчас классно совершенно перешла сверху и дальше задумывалась, а что делать. И пока она задумывалась, Кристина уже, не задумываясь, подкрутилась обратно в гард. И в конце первой борьбы, ну, собственно, единственной борьбы, которая у них есть, она начала выходить ей на руку. Иногда надо услышать своего наставника, смотрение, он тебе скажет, за счет чего. Ему иногда виднее, тем более, ну, Степанен, это неизвестная величина, это известный спортсмен, который давно дерется. Ну, хорошо бьет на отхуй, хорошо встречает, много двигается. Вот, ну, знаешь, комбинаторика, но комбинаторика через финты. Мне, кстати, работа у именно Кристины чем-то всегда напоминала, значит, что работа фехтовальщика. Именно фехтовальщика, вот, в восприятии именно прямых ударов, как оружие. Ну, эта работа очень свойственна и для бокса, когда с дистанцией, вторым номером, на отходах хорошо спортсмен, боксер встречает, уходит, не дает по себя попадать. Ну, да, то просто в боксе еще тебя хватать нельзя при этом, и ног нет. Вот, а здесь все это присутствует, и это, ну, вот это перемещение, которое занимает, та дистанция, которая занимает Степанен, такая очень фехтовальная позиция, на которой было хорошие. Встретила с распыжечки, и пошел размен, и опять завалила серию на руках, и сразу сместилась, есть боковой. У меня такое ощущение, что Кристина хорошо поработала, провела работу именно с боксером. Владимир Ильич провел прекрасную работу с Кристиной. У Кристины хватило и времени, и умений, и интеллекта, чтобы присутствовать, и прислушаться, и делать то, что скажет. У меня такая вот... Я зореный имею в виду, Владимир. Я понимаю, понимаю. Собрана она и двигается, и вот координация перемещения руки, положения руки, вот то, как она встречает на... Причем пробивает в движении, не статично, а вот именно на движении, либо назад, либо вперед, либо сайд-степы. Таня сейчас, как бы, ну, засаживается на удар, ей надо поспокойнее работать, она старается Кристину попасть на силе. Не понимая, что она вот эту комбинацию прямо сбоку, сбоку, сбоку видит за километр спокойнее и чуть-чуть похитрее. Вот, пожалуй, единственное попадание такое акцентированное. Правый такой кросс зашел между рук в момент, когда Кристина пошла вперед. Все до этого было или по воздуху, или по защите, она просто не попадала. То есть чуть-чуть похитрее, чуть-чуть. Таня очень, как бы, она молодец, но она очень прямолинейная сейчас, но нельзя так драться. Ну да. То есть я не расстроен, но это абсолютно логичное решение. Здесь Таня, ну, не вытянула ей ничего, сейчас ей ничем было выиграть. Татьяна Бояркина, вторая, Кристина Степанян, Москва. Золото чемпионата России, с чем мы ее и поздравляем. На самом деле, вот эти кондиции прямо, вот посмотрите, она после серии не залипает, уход корпуса, уход ногами. Вот здесь попытка добавить, попытка добавить левый сбоку, но ты стоишь на месте, а у тебя соперница уже ушла на дистанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...